Шаваут И послание будет Шаваут, продолжение Пасхи, Песоха. Я верю, что когда мы рассматриваем цикл праздников Господня, библейский праздник, который мы празднуем, они идут в связки один за другим, которые соединены с Божьим промыслом и Божьим благословением. Мы понимаем, что Песох – это начало, потому что Бог говорит, пускай этот день и этот месяц будут началом. И если вы были внимательны несколько недель назад, когда даже перед самой Пасхой, я сделал одну важную такую заметку. Я сделал важный такой вывод, что Песох является началом всего того, что новое у тебя будет в жизни. Другими словами, пусть это обновление будет у тебя первым обновлением между всеми обновлениями твоей жизни. Пасха является обновленным движением всей твоей жизни. Мы перешли от Пасхи потом в первые плоды. И мы понимаем, что для каждого верующего человека, который поискренне верует в важные дни, это и первые плоды. Это тот плод, который приносил на следующий день после Пасхи. Мы называли это праздник первых плодов. В христианском мире мы называем это воскресенье. Пасха, Пасха, воскресенье, воскресенье, а дальше идет следующая связка праздников, которые связаны были важностью и ценностью. Бог говорит после, в Дорозаконе, семь седмиц, отсчитывая себе, начиная считать семь седмиц с того времени, как появится серф на жатве. Мы говорили, что есть несколько жатв. И вот с того момента, когда приносился первый снов перед Богом, первый плод, мы понимаем, что Ешу воскресенье, первенец из первых. А дальше Бог говорит, что есть особенность. Отчитывая себе семь седмиц с того дня, когда ты будешь жать первую жатву. Для чего? Что это за праздник? Мы называем его Пшаваот или Седмицы. В христианском мире его называют Троица или же Пятидесятница. В зависимости от иламинации, в которой ты находишься. В чем сущность этого праздника? Ведь не может быть праздники Божьи и Господние праздники просто так, на посмотреть. Но там написано следующее. Тогда совершай праздник седмиц Господу, Богу твоему, по усердию рук твоих, сколько ты дашь, смотря по тому, чему благословил тебя Господь Бог твой. И веселись перед Богом твоим. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раба твоя, и раб твой, и левит, который в жилищах твоих, пришелец и сирота, вдова, которая среди тебя, на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, соблюдай и исполняй постановление сии. И удивительно, что Бог говорит, что этот праздник, праздник веселья и радости, плюс это праздник даяния пред Богом. За что? Помни, что ты был рабом. Я хочу, чтобы вы увидели нечто особенное, что по традиции исторической сложилось так, что в еврейских общинах принято называть Шаваот как праздник даяния Торы. Я ничего не имею против. Он, конечно же, произошел позже уже, но я рад тому, что этот праздник существует, потому что в сущности он покажет, насколько Шаваот раскрывает Божий промысел. Но так же Шаваот – это время благоприятное. Я называю это богорасположение к человеку, потому что через время, когда вышел Израиль из рабства, произошло нечто. Они пришли потом в свою землю. И чтобы помнить, что они были рабами, он говорит, приходите и радуйтесь, и приносите все то, чем благословил тебя Господь. Раб твой, твои дети, твои старики, твои левиты и даже те твои пришельцы. То есть язычники, которые придут и поселятся посреди тебя. Этот праздник приносил что-то особенное. Он приносил равенство перед Богом в служении. Независимо от возраста и положения. Независимо, ты либо из евреи, или ты не еврей. В этот праздник написано «веселись перед Богом твоим и помни, что ты был рабом». Помни продолжение твоей Пасхи, твоего Песоха, твоего Исхода. И мы говорили, что если Песох является началом твоего обновления, и Шаваот, он является временем благодарения. Я верю, что это очень важное понимание, что нам необходимо веселиться перед Богом твоим. Помните, что это праздник, праздник именно равенства перед Богом. Независимо, где бы евреи не жили, или не евреи. Они приходили на этот праздник и веселились, потому что это была обязанность. Помни, что ты был рабом. И на самом деле традиционно в синагогах читают книгу Ру, как Александр уже подметил. Это традиция. Но именно Руфь и даяние Туры между собой они сплетены очень сильно. По причине того, что именно Бог показывает благоволение через свое слово для людей. И прообраз мессианской общины, прообраз мессианского движения заключается именно в книге Руфь, где евреи и не евреи служат Богу Авраама, Ица Ахаякова, поклоняются Ему. И это подтверждает нам, эфесянам, 2 глава, 13 стих. «А теперь в Мессии Ишуа, вы, бывшие никогда далеки, стали близки кровью Мессии. Ибо Он есть мир наш, соединившись из обоих одно и разрушившую стену посреди стоявшую, упразднив вражду плотью свою и закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека». Мы говорили о том, что Руфь была мавитянка, она была пришелицей, то есть она пришла не в свою страну. И она сказала, твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. Я хочу сегодня вам открыть и сущность этого праздника, праздника Седмиц, или праздника Шаваот, мы говорим, Передесятница. Она имеет несколько фаз, и одна из них – это увидеть, что народ Божий, он всегда был избран Богом, и также был дан на то, чтобы принимать другие народы. Почему я говорю об этом? Потому что именно в книге Руф, которая читается сегодня в синагогах, она показывает, что у Бога нет лицеприятия как такового к народности, но он избирает людей, которые служат ему чистой совестью, служат ему честно и с открытым сердцем. События, описанные в книге Руф, происходят на фоне жатвы пшеницы, а она выпадает у нас как раз на Шаваот. Поэтому в храме тогда приносили жертвы, приносили радостные возгласы. Мы читаем, что в Деяниях Апостола 2 глава, что тогда из всех стран, из разных регионов мира приезжали люди, говорящие на еврите или же на рамейском языке, но также они были из других народов, которые приехали праздновать этот праздник, великий праздник Божий, радости, веселья и воспоминания того, что они были рабами. Написано, что отсчитывая себе от первого дня после праздника, от того дня, который принесете снов потрясение, 7 полных недель, до первого дня после седьмого недели отсчитывая 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение. В это время приносилось два больших хлеба. Если в Пасху были повеления опресников, хлеб, который не имеет квасного, то здесь через 50 дней мы видим, что наоборот, приказ, чтобы принести именно два хлеба, которые были квасные, для меня это еще один прообраз двух народов. Я понимаю, что мы иногда смотрим на Писание и не видим глубины, но сущность и глубина внутреннего положения Шаваота заключается именно в даровании Бога Торы, а также свободы Духа Святого. Или, если говорить целиком, то в синагогах не празднуется праздник, как мы его привыкли праздновать. Это даяние Святого Духа, излияние Духа Святого для общины. Но интересно, что именно книга Руф открывает благословение, благословение для народов. Мы видим, что книга Руф начинается с того, что муж Наоми, Элемеллах, он из-за голода берет свою семью и переезжает на Муав. Муав переезжает в страну, где нельзя было жить. По закону, по-фактически, нельзя было переехать просто из-за того, что хорошей жизни. Можно было оставить страну Эреса Израиль по причине голода или обстоятельств. Поэтому, в сущности, он не нарушает закон, но переезжая туда, через время вся его семья оказывается в больших проблемах. Мало того, что его сыновья женятся на Муавитянках, мы видим, что у них нету наследия, нету уже внуков, нету продолжения рода. И через некоторое время умирают все мужчины этой семьи. Оставшие без существования, они возвращаются, потому что написано, что они услышали, что Бог благословил Израиль. Он благословил хлебом, и голод ушел. Они возвращаются в Бефлеем. И здесь, как вы видели в этой сценке, она умоляет своих двух невесток, чтобы они покинули ее, зная, что у них нету будущего в Израиле. Услышьте меня. Есть обязанности, есть обязанности в еврейском законе относительно семьи. Отца, родителей, мужа с женой, со стариками. Но нигде вы не увидите обязанности вдовы. Не было. А особенно той, которая не из народа Израиля. По крайней мере, мы даже не знаем, на каком основании закона они женились, если был запрет, чтобы не жениться на мавитянках. Поэтому перспективы будущего никакой нету. Фактически, я вам скажу так, что если так в парообразе брать, то для нееврейского народа перспективы спасения не было абсолютно. Мы говорим о Новом Завете. Мы говорим о Новом Законе. То он был обращен к еврейскому народу, но никогда не имел в виду обращения к неевреям. Поэтому для неевреев не было какой перспективы будущим быть народом. Но это все изменилось и изменяется до сегодняшнего времени с того момента, когда Иешуа говорит одну фразу, что и мне должно спасти овец из другого стада. У меня есть еще намерение соединить из двоих, сделать одно стадо. То есть, есть народы, которые быть одним. Удивительное сходство в Айкра, как говорится, в том, что бедному должно было, можно было брать пшеницу. Если вы заметили в этой сценке, руфь, она собирала вместе с жнецами то, что падало. Фактически, закон говорит о том, чтобы не препятствовать бедному человеку собирать то, что будет оставаться после жнецов. Не для того, чтобы они обогатели. Самое интересное, что в Аоз, он посмотрел на руфь, узнал, кто она. Потому что по закону Израиля в то время человек только бедный и нуждающийся имел право идти сзади и подбирать то, что падало или то, что оставлялось от жнецов. Интересное сходство я нашел в Матфея 15 глава. Услышьте, посмотрите внимательно. Вот женщина, хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ни слова ей. И ученики его, приступив, просили его, «Слушай, отпусти ее, потому что кричит за нами!» Другими словами, она, как не еврейка, и шла сзади и говорит, «Слушай, у меня проблема, помилуй меня, сын Давида, у меня дочь беснуется!» И она кричала, шла и кричала. Ученики, наверное, постеснялись. Было так, наверное, стыдно, что эта женщина так хает их сильно. «Слушай, отпусти, скажи ей что-то, прогони, ну скажи, отпусти ее, пускай идет!» Он же сказал ей в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева!» А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Она не обращала на ситуацию какое-то внимание. Он ей говорит, «Послушай, по закону я не могу ничего тебе сделать!» Так же само, как Руфь, которая пришла, она не имела никакого права. Все, что она имела право, это подойти и собрать то, что немножко, потому что она даже как вдова не имела ни на что права. Обязанностей у нее не было. Обязанности перед своей псевкровью. Она не должна была за ней ухаживать. Мы видим это из закона. Он же сказал ей в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам!» Она сказала, «Я согласна, Господи!» Но и псы едят круги, которые падают со стол. Господ их! Не детей, а Господ! Тогда Ишуа сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя! Добудете я по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Посмотрите, у Руфи было такое же самое желание «Не отойду от тебя! Не уйду! Куда ты пойдешь, туда я пойду! Где ты умрешь, там и я умру! Твой народ будет моим народом! Твой Бог будет моим Богом! Я посвящаю!» Она своими действиями, своими делами показала, что она посвятила себя этому делу. Когда Ваос, владелец поля, посмотрел и обнаружил, что на его поле есть, кроме его жнецов, еще одна женщина, он интересовался ею, потому что хотел знать, достойна ли она была того, чтобы подбирать колоски. И не те просто колоски. И по закону он не нарушал, он узнавал, что нужно. Поэтому праздник Туры и Руф, книга Руфа, они как бы между собой связаны. Смотрите дальше, что происходит. Ваос по закону был прав, но он делает что-то больше, чем закон. Он начинает делать то, что закон его не требует от него. Это он просит своих жнецов еще отставлять нечто. Она имела право всего лишь подбирать то, что упадет. То есть собирается, осталось не... Он просит своих жнецов. Подождите, вы что-то мало оставляете, то есть у вас что-то мало падает, вы очень сильно все собираете для себя. Иногда так, возьмите, бросьте. Более того, он говорит ей, смотри, когда принесут воду, ты можешь пить этой воды. Дальше говорит, когда придет кушать, мы будем кушать, ты имеешь право сесть со мной и кушать обед. Нет, этого закон не требовал. Все, что требовал закон раньше, это, что человек может быть на поле. Почему я говорю эти вещи? Потому что иногда нужно выйти за рамки закона, чтобы увидеть, что Бог имеет в плане для человека. И Ваос выходит за рамки закона, не нарушая его по великой благодати своей. В день Пятидесятницы, когда мы называем это Троица, Дядя Апостолов, именно 11 главы, они тоже имели проблему с тем, что неевреи, неевреи, каким образом они получают дар спасения вне закона. Вы слышите меня, нет? У евреев, которые служили по закону, у них стала большая проблема, как вне закона, вне рамках закона, неевреи получают благодать. Конечно же, тогда был геюр. То же самое, как и сегодня. Неевреи присоединялись к евреям. Но здесь произошло что-то особенно, сверхъестественно. Услышал апостол и братья, бывшие иудеи, что язычники приняли Слово Божие. Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им по порядку. Это Деяния апостола, 11 глава, с 1 по 4 стих. 15 я перескакиваю, и там вы увидите. Когда же начал я говорить, сошел о них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой дар, как и нам, уверовавшим в Господа Ишуа, Мессии, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Услышав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Интересное выражение. Дух Святой делает покаяние для жизни, не для смерти. Мы к этому еще вернемся. Это событие именно уникальное, потому что то, что происходило, вот связь Шаваота и Пятидесятницы, они должны были произойти по Божьему плану, по Божьему водительству. Бедняк имел право поднимать все колоски. Но, я же говорил, сверхзакона, Ваос делает великое дело. Он помогает человеку подняться и увидеть жизнь. Еврейское право признает различия между родственными связами. Однако у вдовы нет никакого формальных обязательств, я уже сказал. Вдова не имела никакой формальной обязательств. Я хочу, чтобы вы услышали проблему Ваоза и Руфи. Это прообраз мессианского движения, мессианского покаяния неевреев и евреев вместе. Это образ. Также это происходит на День Пятидесятницы в Иерусалиме, когда Дух Святой сошел, и это даяние Святого Духа потом переходит для язычников, которым не нужно было принимать закон Моисеев. Это была большая проблема. Закон и благодать. Деяние апостола, 15 глава, 5 стих. Тогда восстали некоторые из фарисеев, говорили, что должно обрезаться язычникам и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгу рассуждения Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал нас, из вас, меня, чтобы из уст моих язычники услышали Евангелие и уверовали. Из сердца, видишь, Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их. В этом суть шаваот, в этом суть седьмин, в этом суть приношения двух хлебов, чтобы показать миру, что у Бога есть цель в этом празднике, из двух сделать одно. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников Его, которые не могли понести ни отцы наши, и ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа и Шоу Мессии спасаемся, как и они. Тогда у Моков все собрание и слушали Варнаву и Павла, рассказывающих, какие знамени чудеса сотворил Бог через них среди язычников. И мы знаем историю. После всего они собрались и говорили, что нужно будет делать для язычников. И они приняли прекрасный закон, который говорит о том, что благодатью, верою спасаются люди и присоединяются к общей массе верующих людей, ко всем, как евреям, так и неевреям. В этом же заключается Шаваот, праздник седьмин, где Бог хотел показать, что у меня есть некое намерение, чтобы как Ваос и Руф, соединивших вместе, из-за этого произошло великое чудесное. Руф стала прабабушкой Давида, царя, которого возлюбил Бог. Так он хотел здесь показать, что и язычники, и неевреи, или евреи, и неевреи, они могут быть вместе и должны быть вместе, потому что за них умер Мессия, как и за каждого из нас. Итак, мы понимаем, что есть правила, которые были даны апостолам для того, чтобы эти люди следовали за Богом. И что я хочу еще заметить. Я уже сказал это до этого. Мы не знаем, что по законам Израиля, как и сегодня, если евреи женятся на нееврейке, чаще всего их раввины не сочитывают. Чаще всего. И вообще, на самом деле, не расписывают. Поэтому многие уезжают в другие места, чтобы жениться. Может быть, им тоже захотелось каких-то других ощущений нееврейских. Но суть в чем, что признать Руфь вдовою довольно сегодня сложно. Есть тогда же такое понятие, что мы не знаем, у них была хупа или не была хупа. Другими словами, претендовать на поле или же на имущество мужа, она ни в коем случае не могла. Она понимала это. Пока то, что Ваос делает, восстанавливает наследие, говорит о том, что у Бога есть план. Несмотря на твое происхождение, несмотря на то, что в твоей жизни было, у Бога есть вознаграждение за твое доверие Богу, за твою веру, за твое посвящение Богу. Вы слышите, да, о чем я говорю? И здесь Руфь, фактически, она была никто. В этом случае, знаете, именно дар Святого Духа раскрывает позицию между евреями и неевреями. Нет, какая позиция? Никакой. Это равенство. И Шаваот об этом говорит. Иезекииле 37 глава, 21 стих. «Да скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилев и среды народов, между которыми они находятся, соберу отовсюду, приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них. И не будет более двух народов, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Пророчество, которое исполнилось. Я верю в это, потому что Иоанна, 10 глава, 16 стих говорит. «У меня есть другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Все сказано до этой минуты о Шаваоте, о празднике Седмин. И я говорю о состоянии именно традиционном. Но в сущности, когда мы говорим о Пятидесятнице, каждый из нас привык слышать то, что произошло в Иерусалиме. И мы читаем это во второй главе Деяния апостолов. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. И явился им разделяющий язык, и как бы огненный почили по одному на каждом из них. И исполнился Святого Духа, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот эту Пятидесятницу, вот этот Шаваот, каждый из нас понимает и смотрит. Это то, о чем сегодня говорят на Троицу. Что было явно и на крещение Духом Святым. Это первых учеников Ишуа Мессии. Что это такое? Мы говорили о Шаваоте, что картина евреев и неевреев быть вместе. Два хлеба. Мы видим руф, которая говорит, что твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом. И здесь День Пятидесятницы. Какая связь? Связь очень простая. Если мы называем Шаваот даянием Торы закона Божьего, то в День Пятидесятницы что-то особое пришло. Если закон, он и буква убивает, то есть он ставит тебя под закон, чтобы ты не выполнял добрые дела, будем говорить так напрямую. Потому что Ваос, он и шел за пределы закона. Но здесь что-то другое происходит. Дух Божий животворит. Он имеет цель. Цель будущих благ. Мы понимаем, что в книге Руф нет злодеев, не все герои. Именно Руф и Ваос, которые постоянно делают гораздо больше, чем предписано, показывает о том, что единство между евреями и неевреями может сделать намного больше, чем предписано законом. Но мы выходим за рамки закона. И это правильно, чтобы мы выходили за рамки того, что написано. Чтобы мы могли достигать друг друга. Прообраз Нового Завета через Ишуа Мессия не ограничен правилами или же законом. Он ограничен нашей совестью, нашими делами. Как мы хотим это сделать? Зная добро и не делать уже грех. И Дух Святой, он сошел, чтобы дать силу народу Божьему видеть другим перспективы. Что такое крещение Духом Святым? Что это такое? Что это переживание? Одноразовое было или нет? Ишуа, это не было, извините, пожалуйста, это не было случайным переживанием. Это не произошло случайно. Ишуа заранее знал, что ученикам нужен будет Дух Святой. Он знал об этом. Давайте мы вместе с вами откроем Иоанна 14 глава. Но перед тем, как мы откроем, я скажу вам, что Деяние апостола 2 глава и исполнение Духом Святым и крещение Духом Святым, что произошло? Это произошло исполнение Иоаиля. Пророка Иоаиля – это Танах, это Ветхий Завет. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, будут порочествовать сыны ваши, дочери ваши, и старцы ваши будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. А также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего». Помните, да, это местописание очень интересно, потому что пускай в дом твой, да, в дом твой радуются старики твои, дети твои, леви твой, радуются перед Богом и веселиться. Мы читали это во второзаконии. Итак, мы сейчас откроем главу 14. 14 глава начинается очень интересно, потому что она идет за 13. В 13 главе Иоанна, я всегда это сказал, происходит нечто, потому что 14, 15, 16 глава Иоанна происходит о учении, происходит во время Пасхи, именно Седора, происходит во время Седора, во время того, время, как мы называем, вечери. Оно происходит. 13 глава – это подготовка. И там, это подготовки перед вечерей, что-то происходит. Ишуа омывает ноги ученикам. Вы понимаете, да, это? Также он показывает свою любовь к ученикам. И что интересно, в 13 главе мы видим, что это он делает всем ученикам, включая и своего предателя. Ишуа в 13 главе моет ноги Иуде, и он так живо любит, как и всех остальных. В 14 главе мы не видим Иуду, потому что он уже уходит делать свое дело. И Ишуа, зная, что ему принадлежит пройти, зная, что через 9 часов он будет страдать, и зная, что наутро произойдет хаос, и друзьям его, и ученикам его нужна будет помощь, он говорит следующую фразу. 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и меня веруйте». Он начинает говорить им слова, которые ободряют. Там есть много было слов, которые можно подобрать, именно греческое. Смущаться, может тревожиться, возмущаться, приводить в смятение или замешательство. Другими словами, не тревожьтесь, дорогие, ваше сердце. Веруйте в меня, и в Бога веруйте. Потому что что-то произойдет. Утром произойдет нечто ужасное. Вы потеряете свою веру. Я хочу, чтобы вы устояли. И в последние дни, чтобы вы были наполнены чем-то. Да не смущается сердце ваше. И следующий, 16 стих. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Он начинает учить людей о том, что что-то будет больше. Он знает, что когда ему придется отступить от земли для учеников, для верующих в Него и в Бога, он говорит, веруйте в меня и в Бога, нужен будет утешитель. И он говорит это, утешитель, он придет. Мало того, слово утешитель – это ходатай, защитник, заступник, адвокат, комфорт. Слышите, нет? Это такие слова, которые приносят что-то для нас, уверенность в чем-то. Он говорит, услышите, я умолю. А умолю, а умолить – это там еще слова используют, как спрашивать, выпрошу, упрашивать. Я упрошу, я вымолю это у Отца, и дастся вам утешитель. Не только утешитель, он есть и адвокат, он есть защитник, он есть ходатай, и он есть комфорт ваш. Я это сделаю. И он, Дух истин, который мир не знает, не может знать. Мир, который не может его принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребудет и в вас будет. Он использует здесь слово, которое уникальное. Это вот утешитель, адвокат. Он говорит, это личность. Это личность, которая должна, он будет возле вас, и в вас пребудет. Утешитель – же Дух Святой, который пришлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам. Он начинает учить и говорит, что это вам необходимо. Вы переживете нечто особое, у вас будет учитель, у вас будет утешитель, потому что это необходимо. Самый лучший друг на этой земле у меня Татьяна. Но самый лучший духовный друг у меня – это Дух Святой. Ишуа говорит, я возьмется от меня и даст вам, у вас будет друг. Очень важно понимать, что говорит Ишуа в 25 стихе. Когда же придет утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. Он говорит, другими словами, то, что переживет передесятница, то, что вы хотели пережить единство, мало того, вам нужна еще поддержка в это время. Вы переживете особое отношение. Тот, кто будет направлять вас на всякую истину. Он будет говорить вам. Он напомнит вам. 16 глава, 7 стих. Но я истину говорю вам лучше. Лучше. То есть, это принесет пользу для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. День передесятницы – это то, что община, верующие в Бога, люди, которые приняли утешителя, приняли комфорт, приняли адвоката, приняли защитника. Еще имею много, что сказать вам. Но вы не можете теперь это все вместить. Еще, говорит, я еще могу и хочу говорить много-много вам о том, учителя, которые и учить вас, но нету времени. Вы не сможете понять. Другими словами, я хочу говорить вам, но вы не поймете. Но когда придет утешитель, и который оставит вас на истину, вы поймете о том, что я хотел вам сказать. Это буквально там оставалось пару часов перед его взятием. 13 стих 16 главы. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что слышит, и будущее возвестит вам». Удивительно, этот утешитель, который придет, за которого Ишуа будет просить и умолять, чтобы он пришел для нас, наш комфорт, наш адвокат, наш ходатай, он не просто придет делать нам комфортную жизнь, но он придет, чтобы нам рассказать о будущем. Все мы понимаем, что Дух Святой, правильно? Но вот для чего Он дал нам? Дух Святой нам дан для того, чтобы быть помощником. Именно это слово используется в данном контексте. Он хочет помочь нам. Он хочет утешить нас. Он хочет дать нам будущее. Именно слово, которое используется здесь греческое, это «параклетос», означает «утешить и помочь». Всего лишь пять раз в Писании используя это слово «параклетос». В других местах, когда говорится о Духе Святом, используется слово «хатеус нумо», то есть Дух Святой. А вот четыре из них, мы только что прочитали, «утешитель», «защитник» и так далее, оно находится здесь. Это он говорит о личности, которую каждый из нас должен принять. Кто из вас когда-нибудь уставал так сильно-сильно, вымок, пришедешь домой, ничего не хочется? Думаешь, так устал, что делать? Кто-то из вас? И думаешь, сейчас бы сделать стакан горячего молока, взять туда меда размешать, сесть в кресло. Кто так думает иногда? А знаете, что самое интересное? Что мы очень наслаждаемся тем, что мы приходим... Я просто не взял с собой одну вещь. Мы садимся в кресло или в диван и ищем одеяло. Нам нужно что-то положить на себя. То ли это может быть покрывало, то ли это должно быть... Но лучше всего, когда это перина. Кто-то сейчас понимает. Даже когда оно жарко, когда думаешь, вот сейчас вот я вымок, вот это сейчас горячее молоко, возьму сейчас перину на себя, так шах. И вдруг ты чувствуешь, что ты в полном комфорте. Тебе больше ничего в жизни не надо. Кто так переживал-то? Вот это вот состояние описывается здесь. Он будет лучше, которое не совсем для нас комфортно. Я один раз был в Америке, сильно устал. Я помню, и пришел, лег на кровать, а там перина, знаете, такая. Я прямо на нее лег, а потом сверху закутался. И я понял, когда пришла хозяйка, я понял, что что-то я не так сделал. И после узнал, что это покрывало, оно прекрасное, красивое, очень дорогущее и так далее. Это не для использования, чтобы тебе было комфортно. Это было только для того, чтобы видно было. Ну, для вида. У нас тоже такие вещи. У моей бабушки, особенно в Львове, это тоже. Когда я только залазил на перину, она говорит, сними, закручивали, где-то ставили ее. Это, говорит, для людей. Это для людей. А все, что там, как бы, вот это старое, старое, вот это для тебя. А все остальное для людей. И вот это состояние у нас, верующих, очень часто бывает. Тот комфорт, который дал нам Бог, тот утешитель, который у нас есть, мы чаще выставляем его на показ, нежели в нем сокрыться, получить в нем безопасность, получить это состояние комфорта. Вот именно это состояние я и хочу передать вам. Ишуа об этом говорит. Шаваот, даяние Торы, это все классно, это хорошо. И Руф, который два народа вместе. Но самое главное, что нас будет держать вместе, это то финальная позиция Шаваота Передесятниц, когда Бог дал свой Дух Святой, чтобы сделать нас комфортными. Не имейте в виду мягкими, а чувствовать себя в безопасности, потому что Он нас направит на всякую истину. Итак, Он помощник. Он помощник для нас, чтобы обуздывать нас язык. Этот помощник, Дух Святой, Он внутри нас. Как написано, что Он наставит вам о чем говорить. Да вы не думайте о чем, ибо Он будет говорить. Чаще всего этот комфорт, этот утешитель, Он внутри нас. И мы знаем, что говорить. Многие из вас переживали это. Когда люди приходят с какими-то проблемами, какими-то ситуациями, начинают общаться, и вдруг внезапно приходит какая-то мысль, какая-то фраза, какое-то понимание состояния, и ты говоришь, этот человек говорит, слушай, это точно, это то, что мне нужно. Это Дух Святой, который внутри нас. Мы понимаем внутри. И Он говорит нам то, и в нашем разуме, что мы можем сказать людям, и что будет утешением. Иногда этот Дух Святой говорит нам не говорить то, что мы хотим говорить. Мы приходим иногда чаще с работы домой. И Дух Святой говорит, ничего не говори. Но, как всегда, мы что-то скажем. После чего мы думаем, чтобы я так же говорил. Зачем это нужно было? Лучше бы убрать, взять этот мусор, вынести и так далее. Он говорит, что нам нужно говорить, а также Он говорит не говорить то, что мы хотим сказать. Вот это состояние водительства перед Богом. Интересно, что Иешу говорит о Духе Святом, как помощники. Иоанна 16, 8 и 10. Очень интересные вещи. Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и суде. Три положения. Дух Святой придет обличит этот мир в грехе, правде и суде. Чаще всего мы говорим это. Вот это как раз Дух Святой делает с этим миром. Нас это не касается. Если не касается, тогда кто из вас не переживал, посвятая покаяние? Никто, все переживают? Кто из вас переживает иногда покаяние? Это хорошо. Потому что когда нас обличает в наших погрешениях, тогда Он говорит к нам. Зачем Он это делает? Чтобы нас обличить в грехе, и не только нас, но и этот мир, чтобы привести нас к понятию, нам нужен Мессия. Я помню, как я это пережил. Я помню, что когда я молился, и вдруг, внезапно почувствовал в себе обличение, что я человек, ну как бы нуждающий в Боге, что мне нужен выход от Бога. И это привело меня к покаянию, чтобы призвать Иисуса личным спасителем. Обличение Духом Святым внутри нас приводит нас к покаянию. Покаяние приводит нас к Богу. Это смысл, который имеет Бог для каждого из нас. О грехе, о правде. Я понимаю иногда позицию, мы переживаем обличение Духа Святого о грехе, правда? А кто-нибудь из вас переживал обличение в правде? Ну да, потому что мы не понимаем это слово. Там говорит слово не просто обличение, а утверждение. Когда мы обличанны Духом Святым, каемся, мы в то же время получаем сразу утверждение, что мы стоим правильно перед Богом. Вот эту позицию Он, Дух Святой, утверждает внутри нас, что мы сыновья, что мы дочери, чтобы правильно стоим перед Богом. Дух Святой обличает людей в том, что им нужен Спаситель. Каждый из вас помнит это время. Я помню свое время покаяния. Это не было в церкви, это не было среди людей, это было когда у меня было безвыходное положение посреди улицы. Это уже была зима, я нуждался на самом деле в спасении от ситуации, в которой я находился. Я на том месте просто упал, был обличен в моем неправильном положении перед теми людьми. Я кричал Богу, говорит, мне нужно спасение, выведи меня из этого. И я принял его личным Спасителем. Каждый из вас также это пережил. 1 Кориффинам 12.3. Потому что, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеме на Ишуа. Никто не может назвать Ишуа Господу, как только Духом Святым. Мы именно это и делаем. Когда Дух Святой обличает, а мы должны слушать это, то слово лучшее, можно употребить, это убеждает нас. Что я имею в виду? Когда Дух Святой нас обличает, Он убеждает нас сделать правильные вещи. Когда, будучи мы обличены, но не хотим делать правильные вещи, мы остаемся в своих грехах. Есть обличение. Ты понимаешь это. И Он помогает тебе сделать правильное решение. Он утверждает тебя в правильном решении. Убеждает прийти к Богу и получит от Него праведность. Вот это слово правде, что Я иду к Отцу Моему. Если Он вошел к Отцу, тогда мы стоим перед Ним правильно. Потому что воскресение Иисуса Христа, Ишуа Мессии, оправдывает нас. И последнее. О суде. О суде, что князь мира сего осужден. Помните, я читал это местописание, что именно мы понимаем, что князь мира сего осужден. Дух Святой хочет показать нам, что мы, будучи спасены от этого мира, не должны поддаваться провокациям врага. Писание говорит о том, что мы противостояли дьяволу. И мы можем это узнать, когда Дух Святой нам говорит об этом. Что мы это зло, не мы, а это зло, что мы можем противостоять этому, и что нам необходимо противостоять этому. Мы должны помнить, что Дух Святой хочет помочь нам, показать, что дьявол уже осужден. Что именно через кровь и воскресение Иисуса Христа, Ишуа Мессии, мы получили с вами победу. И мы должны это знать, что я иду к Отцу. Ишуа говорит, я иду к Отцу, поэтому вы должны правильно стоять передо мной. И это задача Духа Святого. Поэтому я бы хотел сейчас сделать несколько вещей. Первое, это там о том, чтобы помочь каждому из вас разобраться в этом празднике, празднике Шаваот. Это не просто даяние Торы, Закона Божьего. Это даяние свободы. Даяние Учителя, Наставника. Это то, что отличает мессианское движение от других иудейских движений. Мы не просто празднуем праздники, потому что это традиция. Мы празднуем его в свете Нового Завета, где нам дан был Дух Святой, чтобы из двух сделать одно. Чтобы из евреев и неевреев состояла эта новая община. Где евреи и неевреи служат Богу в раме отца Ахаяха, исполняя слова Ишуа Мессии. Который говорит, я из двоих хочу сделать одно. И не противиться. Выходить за рамки Закона, чтобы приобрести людей. Следующее. Быть наполненным Духом Святым, о котором говорит Ишуа. Он говорит о том Учителе, который наставит нас, и мы должны его слышать. Мы должны его переживать. Мы должны с ним советоваться. Этот Учитель является личностью здесь на земле. А если Он об этом говорит, мы должны прислушиваться. Поэтому Пятидесятница, она как бы особенная. В связке праздников. В связке праздников. Пасхи, смерти Ишуа Мессии, первых плодов, воскресенье из мертвых. Ишуа Мессии, и Шаваот. Очень важно. Это обновление. Если вы заметили Деяния Апостолов, Петр говорит, что, когда я настал говорить, сошел Дух Святой, как и на нас в начале. Переживание Пятидесятницы. Исполнение Духов Святым. Это именно постоянный цикл, который еще говорит, я не оставлю вас и не покину. Но пошлю вам утешителя, того, кто поставит комфорт, который наставит вас, то, что мы должны будем слышать, который будет адвокатом и ходатаем за Тебя. Поэтому они были на Шаваот все вместе. Они не знали, что это произойдет. Абсолютно. Но именно Бог использовал этот праздник как прообраз Божьей свободы. Как Ваос дал свободу для Руфи. И стал как бы под прообразом евреев и неевреев вместе. Так и здесь. Дух Святой Он дан и для евреев, и не для евреев. Но самое главное, в этот праздник заповедано радоваться. И поверьте мне, я думаю, что ученики, они радовались. Они веселились. Написано, чтобы они радовались, веселились и приносили все то, что Бог им дал. Эти люди могли принести только одно. Свою жизнь. И сказать, все, что у меня есть, я мог все потерять. Но Иешуа, который воскрес из мертвых, и 10 дней до этого он вошел на небо, это все, что у меня есть, моя свобода. И они радовались и веселились в этот день. И внезапно произошло чудо. То чудо, которое до сих пор еще назвать феномен первой церкви. Оно сегодня, обещание стоит для нас, для детей наших. И Иоанн говорит об этом. Для нас. И если вы хотите, чтобы Бог направлял вашу жизнь, как Иешуа учит о том, что Он будет утешно направлять вас, Он будет говорить к вам, я сегодня хочу признать вас для этой молитвы. чтобы Он был настоящим утешителем, чтобы Он был направляющим для вашей жизни. Давайте мы сейчас все встанем в наши ноги. Здесь многие люди, которые давно уверовали в Бога. Но не уверовали, потому что так сложились обстоятельства. Но они не доверяли Ему. И когда нужно было слушаться, А они почему-то это не делали. Когда внутри мы переживали что-то, мы не хотели делать этого. Проблема современной церкви, что мы выросли на опыте прошлых лет. И не хотим продолжать опыт сегодняшнего времени. День Пятидесятницы. Там есть, мне дали одну записку, которая, как слово от Господа. Там были такие слова, что народ мой, я избрал тебя, я полюбил тебя, ты мой народ. Поэтому возрадуйся, возвеселись. Я твой Бог, и ты мой народ. Я хочу показать чудесное и великое посреди тебя. Сегодня Бог говорит и продолжает отвечать людям здесь, на этом месте. Я не имею сомнений об этом. Но что я хочу, чтобы вы сделали сегодня? Позволили и пригласили на Дух Святой, этот утешитель, в свою жизнь. И были послушны ему быть послушным. Я скажу честно, я был непослушен много раз. Я был непослушен. А потом говорил, почему? Зачем? Я вычитал одну удивительную фразу Рабиновича. Если человек никогда мучается вопросом зачем, то вскоре его будет мучить вопрос за что. Если мы не спросим, зачем нам нужен Дух Святой, в то последствие мы скажем, а за что мне постигло все это? Ишуа, зная, что будет утром, зная, что будет хаос, будет преследование, овцы разбегутся. Он просто сказал, я пошлю вам утешителя. Ждите его. Мы сейчас, если вы нуждаетесь в этом утешителя, если вы нуждаетесь в том, кто будет говорить в вашу жизнь, вы хотите чувствовать, переживать его, я хочу пригласить вас вперед, чтобы вы переживали его. сегодня день передесятницы, сегодня день, когда Бог давал свое слово, когда дал свой дух, чтобы пережить его, потому что это то, что нам нужно. Нам нужно вождение от Бога, водительство от Него. Вот если мы устали внутри себя, и наше сердце закрыто, нам нужен Бог сегодня. Бешуа, мы нуждаемся в Тебе. И слезет сейчас милостью своей, мы хотим переживать тебя в руках, возьмется от Тебя и дастся нам. Мы не заслужили, но мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся в этом, все нуждаемся слышать, говорить или не говорить. Господь быть наводим Тобой, Ты есть наш комфорт, Ты наш утешитель, Ты обещал быть с нами и не покинуть нас. Ты будешь с нами до кончения века, Ты Господь и не другого. Ты сейчас служит нам, Боже, Ты нам нужен, Дух Святой, Ты нам нужен. Излейся, Господь, излейся силой Святого Духа, О, счастье, салом, счастье, салом, я чешташ, ты, ветер Духа Святого открывает сердца Господь висклей. Жаждем славы Твоей, ожидаем, чтоб снова дождь излился на нас. Господь из реви, жаждем славы Твоей. Ветер Духа Святого, открывает сердца Господь из реви. Жаждем славы Твоей, ожидаем, чтоб снова дождь излился на нас. Господь из реви, жаждем славы Твоей, ожидаем, чтоб снова дождь излился на нас. Лишь, гр ouvь, поклону резь за ногти, желез один Для sitä глуха, Register семь, Готова лись над faith, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok